Мультсериал «Симпсоны» является одним из лучших источников предсказаний и прогнозов. Сбылись десятки нарисованных событий, вот несколько ярких примеров. В 1997 году предсказан теракт в США 11 сентября 2001 года. В 2001 году предсказана война в Сирии, начавшаяся в марте 2011 года. В 1995 году мы увидели небоскреб Шарт в Лондоне, строительство которого началось спустя 14 лет. В 2009 году, в 2007 году сериал показал пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, который загорелся через 12 лет, 15 апреля 2019 года, и множество других событий. Но самым интересным и показательным является предсказание о встрече Трампа с королем Саудовской Аравии и президентом Египта. Взгляните на фотографию и кадры из мультфильма. Серия нарисована в 2002 году. Фотография сделана в 2017. Сходство 100%, до мельчайших деталей. Трамп закрыл глаза. У него синий полосатый галстук. Его жена Миланя видна наполовину. Даже цвет футболки человека за королем, светло-синий, все совпадает идеально. Это может означать только одно. Создатели сериала не просто имеют доступ к планам теневого правительства и мировой закулисы. Они обладают технологией, позволяющей заглядывать в будущее. В буквальном смысле. Запомните их любовь и внимание к деталям. Это важно. Если вы интересуетесь предсказаниями в Симпсонах, то наверняка видели сюжет про СССР. В последние два года разговоры о восстановлении СССР из пепла ведутся особенно активно. В начале 2018 созданы сайты и целые структуры Союза. Что же говорят об СССР авторе Симпсоново? В 25 сезоне серия 22. Желтый значок перед нами на 2 секунды появляется карта СССР. Карта прорисована достаточно детально, чтобы определить, что в состав будущего Союза войдут все 15 бывших республик, включая Грузию и Прибалтику. Очень любопытно, что СССР прирастает новыми странами – Финляндия, Швеция и Норвегия. Сейчас такой поворот выглядит практически невероятным. Сложно представить, какие факторы могут заставить скандинавские страны войти в состав обновленного СССР, особенно учитывая то, что Швеция и Финляндия в настоящее время являются членами Евросоюза, а уровень жизни в этих странах в разы выше. Этот факт чрезвычайно интересный. Вспомните внимание к деталям. А вот следующий эпизод содержит слабо замаскированную подсказку о дате события. Инспектор Чалмерс произносит ключевую фразу. И мы начинаем с 79-й забег вокруг школы. 79 – это порядковый номер определенного регулярного мероприятия. Таким мероприятием является заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое авторы в шутку называют «забег вокруг школы», поскольку оно такое же бесполезное с точки зрения движения и прогресса, а участники возвращаются туда, откуда они начали свой путь. Стоит напомнить, что в 2018 году прошло 73-е заседание Ассамблеи. 79-е заседание планируется провести в 2024 году. Как правило, оно проходит в сентябре. Таким образом, мы получаем дату образования СССР 2.0, накануне 79-го забега. Это сентябрь 2024 года. В девятом сезоне серии 19 «Симпсон» на флоте происходит диалог о задержании американской подводной лодки вооруженными силами России. Через секунду Россия превращается в Советский Союз. Эти переговоры происходят на заседаниях Совета Безопасности ООН. Таким образом, здесь снова фигурирует Организация Объединенных Наций. Авторы «Симпсонов» закручивают свои намеки вокруг ООН, будь то Ассамблея или Совет Безопасности. Данный эпизод дает отсылку, что всемирное объявление о воссоздании Союза произойдет именно в стенах ООН. И как мы с вами выяснили ранее, во время 79-го забега вокруг школы, Генеральной Ассамблеи ООН. Точная дата – сентябрь 2024 года. Если рассуждать логически, есть вероятность, что сам СССР 2.0 образуется раньше, а в 2024 году к нему примкнут скандинавские страны. Зачем и кому это нужно, как это будет происходить, что из этого получится, мы с вами сможем увидеть в ближайшие пять лет. Для того, чтобы это предсказание в точности осуществилось, мир должен сильно, очень сильно измениться. Что касается Швеции, Финляндии и Норвегии, либо они резко скатятся вниз, либо страны бывшего Советского Союза ждет небывалый расцвет. Первый сценарий кажется нереалистичным, а второй – просто невероятным. Но как показывает история, Симпсоны не ошибаются. Симпсоны не ошибаются. Симпсоны не ошибаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok